Привет друзья из Смоленска с Евгением Гордеевым Вы снова на связи Я хочу вам представить Открытое обращение Женщины, матери Подполковника Федеральной Службы Безопасности ФСБ в отставке По поводу незаконного ареста И содержания вот уже в течение трех лет Без суда и следствия Ее сына Майора ФСБ действующего Ее сын В составе, наверное, группы следователей, оперативников Изобличил мафию действующую На территории России и Украины, кажется Если я не ошибаюсь И Вместо того, чтобы Привлечь виновных В совершении Огромных хищений Уголовной ответственности Состряпали дело На этого майора ФСБ И Упекли По ложным Мотивам По ложным доказательствам На нары в следственных изоляторах Где он уже три года, повторяю, содержится Но давайте лучше послушаем эту Женщину Уважаемый президент России Владимир Владимирович Путин Я, Галина Мрещук, подполковник ФСБ России в отставке Вынуждена обратиться к вам И доложить о совершении государственных преступлений Мой сын Мой сын, майор ФСБ России Александр Мрещук В 2016 году Разоблачил международную преступную группировку Контрабандистов Во главе с украинским олигархом Который наносил ежегодный Миллиардный ущерб бюджету России В 2019 году Люберецкий суд Московской области Вынес контрабандистам обвинительный приговор Чтобы отомстить моему сыну Преступники написали своим покровителям Из ОСБ ФСБ России Ложное заявление Они представили оперативную работу Майором Мрещука Как участие в преступлениях других людей После этого сотрудники ОСБ Злоупотребляя правом контрразведывательного обеспечения Следствия, прокуратуры и судов В течение трех лет Незаконно содержат моего сына в СИЗО Угрожают его жизни и требуют признать несуществующую вину Следователь управления СК России По Краснодарскому краю Шутенко Передал в СВИ Медуза Признанный иностранным агентом Сфабрикованные материалы уголовного дела Против моего сына После этой публикации Бандеровский сайт Миротворец Объявил на весь мир Майора ФСБ России Александра Мрещука Государственным военным преступником Украины Это угроза безопасности Не только моей многодетной семье военнослужащих Но и всем нашим многочисленным родственникам Которые в четырех поколениях Защищают безопасность России В различных правоохранительных органах страны Выводы следователя Шутенко о том Что мой сын является создателем И руководителем преступного сообщества Абсолютно бездоказательны Основной свидетель обвинения На суде присяжных Подтвердил, что о существовании Преступного сообщества Он узнал от следователя Шутенко Во время допроса Свидетель также отметил Что озвученный им В ходе допроса факты Противоправной деятельности майора Мрещука Ему продиктовал следователь Шутенко Кроме этого Тот же следователь Под покровительством сотрудников УСБ Заставлял других участников уголовного дела Давать ложные показания В отношении моего сына Именно по этой причине В ходе допросов Во втором западном военном суде Осенью 2021 года Несколько участников судебного процесса Отказались от своих ранее данных показаний Параллельно с этим На присяжных заседателей Оказывалось давление Со стороны сотрудников УСБ От них требовали Обвинительного приговора Моему сыну Когда присяжные возмутились И написали коллективную жалобу судье Из материалов дела Внезапно исчез последний лист Обвинительного заключения С подписями кубанских следователей Это позволило остановить судебный процесс И распустить честных присяжных А дело возвратить на Кубань Хочу отметить Что на руках у моего сына И других участников процесса Есть копии обвинительного заключения Со всеми необходимыми подписями Эти копии были сняты с оригинала При поступлении уголовного дела в суд Этот очевидный служебный подлог И давление на присяжных заседателей До сих пор никем не расследуется И всячески скрывается Планируемое в настоящее время Этапирование сына И других обвиняемых из Москвы В Краснодар Совершенно абсурдно Поскольку Конституционный суд Запретил проводить дополнительное расследование В связи с устранением недостатков В уголовном деле Которые подразумевают собой Отсутствие подписи Стороны обвинения Незаконные действия следствия И сотрудников ОСБ Стали основанием Для очередного Десятого продления Содержания под стражей Моему сыну 20 декабря 2021 года Это решение приняли Трое судей Военного суда Александр Мордовин Сергей Винник И Людмила Торловина Своими действиями Служители Фемиды Проигнорировали требования Верховного суда И ваши Как президента России И распоряжения О запрете Держать обвиняемых Под арестом Более полутора лет Если нет прямых доказательств Их вины Уважаемый Владимир Владимирович Вы Как профессиональный юрист И контрразведчик Прекрасно видите Любую ложь И беззаконие В деле Майора Мрещука Какой-то могущественный Чиновник Из высшей власти Негласно управляет Силовиками И судами В результате Получается Что моего сына Преследует мафия Состоящая из Контрабандистов Прикрывающих сотрудников ОСБ И высших чиновников Находящихся В тени Вы рассказывали Как в 90-е годы Удалили 18 сотрудников ЦРУ Из правительства России Дело Майора Мрещука Говорит о том Что агенты ЦРУ До сих пор Оказывают влияние На нашу страну Только так Можно и объяснить Методы Которыми следствие Расправляется С майором Рещуком Как парализована Работа отдела ФСБ В составе которого Мой сын Разоблачил Контрабандистов Как на всю Россию Демонстрирует Неприкасаемость Некоторых преступников Имеющих Высоких покровителей Все это Подрывает веру В саму власть И авторитет Органов ФСБ России Прошу считать Мое обращение Официальным заявлением О преступлении ФСБ Следственный комитет И Генеральную прокуратуру Каждое мое слово И перечисленные факты Документально подтверждены В 57 официальных обращениях Во все государственные И правоохранительные органы Страны Уважаемый президент России Владимир Владимирович Путин Вы чутко и внимательно Относитесь к просьбам матерей Так по просьбе пожилой матери Олигарха Ходорковского Вы освободили его из тюрьмы Также отпустили на свободу Девушку наркокурьера Из Израиля По просьбе ее родителей Я Русская многодетная мама Прошу вас Освободить из СИЗО Майора ФСБ Александра Морщука И прекратить его Уголовные преследования Спасите Моего сына От мафии Ну вот друзья Мы с вами Послушали И сердце неоднократно Йокова От того что она сообщает Послушали Открытое обращение К нашему гаранту Конституции Президенту Владимиру Владимировичу Путину Этой честной Женщины Хорошей Доброй матери Воспитавшей Прекрасного сына Изобличителя мафии Которого незаконно На основании Сфальсифицированных доказательств На три года Упекли В тюрьму На нары следственного изолятора И Это доказано У нее есть все доказательства И я считаю Что Если уж на такие обращения Не обратит президент Внимание То что нам тогда делать С вами По тем делам Которыми мы Здесь Пытаемся заниматься Дело Владислава Бахова Дело Дима Наваженина Дело Лизы Черновой Дело Рядового Вебер И много-много Других дел О которых я Только так сказать Которыми я Занимался Значит А сколько их Таких Которыми я У меня например Руки не дошли Или Мы просто о них не знаем И не слышали Но они существуют И взывают О помощи С мольбой О помощи К высшему руководству Страны Поскольку Ничего На местах Не делается А вернее Делается Для сокрытия Преступлений Друзья С вами был Евгений Гордеев Из города Героя Смоленска С великой Надеждой На то Что Президент Услышит Мольбу Матери А нам Сил Здоровья Терпения И нетерпения В то же время Такой мерзости И гадости Которая Творится В нашем Государстве В нашей Любимой России